Раз, два, ПАУ! Ну что ж, всем доброго дня, господа! Да, блин, перед камерой я уже не сидел где-то почти 4 года, и, блин, для меня это, если честно, не очень привычно. В общем, в этом видеоролике мы будем делать превью для разных стримеров. И PSD всех этих превью я оставлю у себя в Telegram-канале по ссылке в описании, куда вы можете подписаться. Также не забывайте про паблик ВКонтакте, где вы можете купить у меня превью. Также подписку на канал, лайк, колокольчик, комментарий. И еще не забывайте подписаться на мой твич, именно там я скоро буду стримить. Не смею вас задерживать, и приступаем к нашему видеоролику. Итак, я, собственно, уже в фотошопе, и, как вы видите, я уже закинул исходники. Первое превью у нас будет для такого стримера, как Бустер. Я не знаю, ну просто особо стримеров никаких взял, самых популярных, которых я знаю. Тематика у нас сегодня будет... Открыл свой компьютерный клуб, он, в принципе, уже снимал на подобную тему видео. Вот, но я решил, как бы, сделать еще одну превью на эту тематику. Мне, если честно, тут не очень нравится трава на исходнике, поэтому я переделаю ее немного. Превью я буду делать в стилистике Мистера Беста. Так, давайте вот эту дорожку проведем, собственно, к вот этому зданию огромному. На качество особо без разницы, у нас все равно будет это все обработано через нейросеть. Вот, как-то так у нас получается. Давайте разместим сам исходник бустера. Я вот такой исходник взял из его в какой-то превью, но, как вы видите, он тут какой-то обрезанный, поэтому давайте его сейчас немного подровняем. Вот, как-то так у меня получилось расширить исходник бустера, но нам этого недостаточно. Нам нужна еще его рука. Вот такую руку я вырезал с его превью тоже, и давайте ее разместим куда-то вот сюда, что ли, не знаю. Вот так располагаем исходник бустера, и теперь давайте разместим, собственно, логотип компьютерного клуба и напишем какой-то текст. У меня есть вот такой исходник денег, давайте их куда-нибудь разместим. Не знаю, ну, как ассоциация, что этот клуб принес очень много денег. Ну, еще можно добавить пару деревьев, чтобы хоть как-то заполнить пустоту нашей работы. Куда-нибудь, не знаю, вот сюда давайте, вот сюда добавим. Вот так у нас получается наша работа, и теперь осталась самая финальная, это обработка. В общем, какая-то такая обработка у меня получилась. Давайте объединим сейчас все слои, сохраним это все дело и обработаем через нашу нейронку. Выбираем кисть, ставим 100% непрозрачности, и просто вот так обводим там, где волосы, и там, где наш контур. Обрабатываем наши деревья, просто посмотрите, как они преображаются. Здание наше тоже можно обработать, потому что оно не совсем лучшего качества. Столб мы тоже, как вы видите, обрабатываем, он достаточно неплохо у нас получается. Тени становятся более реалистичными, а деньги у нас превратились в какую-то просто кучку бумаги. Улучшаем немного облака, ну и в принципе все, работа у нас обработана. Осталось сделать только цветокоррекцию, и все будет готово. Вот такая работа получилась у меня для стримера Бустера. Его много кто знает. Пишите, как вам она в комментариях, и PSD-шка, соответственно, тоже будет в телеге. Итак, следующее превью у нас будет для Дмитрия Ликса. Это тоже такой стример. Кстати, по-моему, друг Бустера, если я не ошибаюсь. Я просто наткнулся на какой-то видос, где он играет в какую-то игру с магазином одежды, что-то связанное. И я решил просто на эту же тематику сделать превью. Вот такой исходник я нашел. Немного его дополнил через нейросеть. Вот такой фон. Это, собственно, фон из этой же игры. Вот как-то так размещаем наш фон. Давайте его разместим где-то с левой части. Я думаю, будет нормально, в принципе. Добавим каких-то вот таких вешалок с одеждой, что ли. Вот так вот их ставим. Давайте повесим вывеску Welcome. И давайте добавим логотип игры. Его мы добавим куда-то вот сюда. Вообще прям сделаем его мизерным. Вот какой-то такой текст у меня получается. Давайте его разместим куда-то сюда. Накинем какого-то стиля. Создадим сейчас подложку. Дублируем текст. Сделаем его просто нулевой яркости. Самым темным. Добавляем снаружи обводку вот такую. Думаю, нормально будет. Теперь создаем под обводкой новый слой. Берем черную кисть. Выбираем жесткость на 100%. Берем прямо линейное лассо. Вот так вот заполняем пробелы всякие. И просто зарисовываем вот это все дело. И получается вот такая у нас какая-то подложка. Соединяем ее с основной, так скажем, подложкой. Добавляем сверху еще одну обводку белого цвета. Вот такой текст у нас получается. Осталось на него добавить какую-то текстурку. Вот такую текстурку я накину на наш текст. И просто тут выбираем режим наложения, который нам больше всего подойдет. За нашим исходником можно создать небольшое какое-то свечение. Вот такого какого-то цвета, чтобы отделить как-то наш исходник. В общем, вот какая-то такая обработка у меня получилась. Давайте теперь закинем это все дело в стейбл, обработаем и будем завершать нашу превью. Итак, я обработал нашу превью через стейбл диффьюжн. И теперь мы просто берем кисть и так же как с прошлой превью обводим ее по контуру. Далее обрабатываем нашу превью через ник коллекшн и будем ее завершать. Ну что ж, вот такие превью у нас сегодня получились. И если они вам как-то понравились, то можете написать в комментариях. Я ваш комментарий прочитаю и если там все будет нормально, я отвечу вам. Повторюсь, что PSD этих превью будет у меня в телеграме по ссылке в описании. Можете туда подписаться, нас скоро будет 300 человек. Помогите мне добить эту цифру. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, там все дела. И когда-нибудь еще увидимся. Поехали!